Взгляд друзей Порошенко начинают сажать в тюрьму. Л. Друзей Порошенко начинают сажать в тюрьму. 9 октября 2019 года. 19.5 фото. Александр Максименко. Рия Новости. Текст. Николай Староженко. Знаковое событие произошло на Украине. Под стражу взят человек, который был одним из самых известных символов Майдана. Речь идет об Сергее Пашинском, участники той клики, которая в 2014 году пришла к власти на Украине. Как именно это случилось и почему происходящее является прямой местью бывших соратников Януковича. Посадили Пашинского примерно как Аль Капони в свое время. Все знали, что он мафиози, но отсидеть ему пришлось за неуплату налогов. То есть равно за то, что смогли предъявить и доказать. В ночь на 2017 год Пашинский на трассе повздорил с водителем другого автомобиля. Версии сторон сильно расходятся, поэтому нет особого смысла их пересказывать. Суть в том, что у Пашинского при себе имелся пистолет. Глок. 19.0 он не только угрожал, но и ранил своего оппонента в ногу. На том дело не кончилось. Водитель получил не только пулю в ногу, но и оказался виноватым. Его обвинили в хулиганстве, а дело против Пашинского закрывали дважды. И уж, конечно, он получил обратно свой Глок. А вся Украина больше двух лет наблюдала, как власть беззастенчиво отмазывает Пашинского, если не от наказания. То хотя бы от справедливого расследования дела, из которого уже привычно пропадали улики, ведя записи и т.п. Время вернуться еще немного назад. Кто же такой этот Пашинский? На протяжении последних 13 лет депутат Верховной Рады Украины. А кроме того одна из бабок поветух постмайданной Украины. Нет, он не только активный участник и организатор Майдана. Хотя это, конечно, тоже с марта по июнь 2014 года Пашинский был и. О. Глава администрации президента Украины. Напомним, никакого президента Украины в это время не было. Формально им продолжал считаться Виктор Янукович. Фактически, тоже с приставкой и. О. Им был Александр Турчинов. Если прибавим сюда Андрея Порубия и Арсена Авакова, секретарь СНБО и глава МВД, то получим своего рода дрим-тим украинской власти периода февраля-июня 2014 года. То есть периода между властью. Формально они отнюдь не соратники Петра Порошенко, поскольку входили в партию Народный фронт Арсения Яценюка. Тем не менее, в каком-то смысле у Порошенко не было и нет людей роднее этой четверки. Ведь именно они встали у рычевов системы власти и сделали все, чтобы через несколько месяцев украинцы выбрали Порошенко своим новым президентом. И не только тогда, во время междувластия. Еще в 2017 году на YouTube публиковалась запись «Телефонного разговора Пашинского с экс-соратником Игоря Коломойского Геннадием Карбаном». Запись датируется мартом 2015 года и содержит просто-таки убойный пассаж, «Когда мы захватим власть, мы с тобой, блин, будем руководить этой страной, чтобы она процветала», — говорит Пашинский Карбану. Правда потом поправляется двоеточие точка 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 «Я друг президента, мы захватим власть для президента». То есть даже спустя Горд Пашинский, который формально входил в союзную Порошенко-полицилу, но все же не был его прямым представителем, продолжал выполнять для Порошенко какую-то работу, захватывал для него страну, если верить его же собственным словам. Речь на той записи, скорее всего, о парламентских выборах 2015 года, до них оставалось 6-7 месяцев. А Карбан едва ли не лучший на Украине специалист по судам и принятию имени законных решений. Ценнейший кадр на выборах. Покровитель стрелков, впрочем, знаменит Пашинский не только этим. В разгар госпереворота 2014 года благодаря ему появился один из первых мемов новой власти — винтовка Пашинского. 18 февраля 2014 года на Майдане протестующие остановили автомобиль. У водителя в багажнике оказалась винтовка. Выстрелы уже звучали, были и погибшие, так что до самосюда оставалось недолго. Вдруг в толпе возник Пашинский, выдернул водителя и вывез вместе с оружием. То, что на Майдане стреляли не только сотрудники Беркута, но и протестующие, давно не секрет. Отдельные персонажи даже открыто в этом признавались. Но за все время президентского срока Порошенко никто так и не сделал попытки расследовать эти факты. Ну а Пашинский уже на старте заработал себе репутацию человека, покрывавшего таких стрелков. Они, как и Пашинский, как и все вышеназванные, стали членами эдакого неформального клуба — клуба друзей Порошенко, которым он обязан властью. За Пашинским, как и за любым другим политиком Украины, есть много такого, за что его можно было бы посадить. Это и участие в рейдерских захватах, и хищение в Украбаран-Проме с закупкой откровенного хлама по взвинченным ценам. Отдельная история с созданием миномета «Молот». К концу 2018 года за время его использования в СУ погибли 13 и были ранены 32 военнослужащих. Курировал создание Вон Дерваффи лично Пашинский как глава Набсовета Украбаран-Прома. Но все это нужно долго разбирать и доказывать с неочевидными перспективами успеха. А вот дело со стрельбой в человека гораздо проще, и упечь по нему можно на вполне приличный срок. А власть-то и ни при чем тут нужно отметить, что собственно новая власть к отправке Пашинского в СИЗО вроде бы и не причастна. Раз уж мы ударились в воспоминания, то уделим немного внимания еще одному персонажу украинского террариума Андрею Портнову. Когда-то он считался если не соратником Виктора Януковича, то ассоциировался с его окружением. В частности, так называемый конституционный переворот 2010 года, после которого Янукович получил не усеченные полномочия президента, как у Ющенко, а полноценную версию, как у Кучмы, это во многом заслуга Портнова. Он же отвечал за взаимодействие с судебной ветвью власти. После Евромаидона ему сильно досталось от команды Порошенко, он покинул страну, долгое время занимался разблокировкой своих зарубежных счетов и активов своих бывших соратников. Уже тогда он пообещал мстить. И занялся сбором информации на новую элиту Украины, пытался привлекать внимание различных европейских институций к нарушениям прав человека и т.п. Но главной целью Портнова всегда оставался Порошенко. И того вороха дел, что сегодня введут антикоррупционные органы Украины, без Портнова бы просто не было. Портнов явно не может пока свалить Порошенко. Поэтому он делает то, что может, инициирует возбуждение и расследование дел против его соратников. И он уже пообещал, что на Пашинском не остановятся. Проще говоря, Пашинский оказался в СИЗО не потому, что стрелял в кого-то почти три года назад. А потому, что захватывал страну для своего друга президента. Такой вот классический сюжет о нетождественности права и справедливости на Диком-Диком Западе. Смотрите еще больше видео на YouTube канале «Взгляд.Текст» Николай Староженко.